Пусть твои волна смотрит беспечный розовый вечер, Пусть провожает розовый взгляд, смотрит он в свет. Я по профессии основной речью по дереву. Я думаю, надо это вообще говорить людям. Закончил училище, в котором сразу же играл в ансамбле вокально-инструментальном. Вот там у меня началась основная карьера музыканта, потому что уже тогда мы поехали играть на юге, это в далеком 87-м году, на юге играть на танцах. И дальше в армии играл в ансамбле, тут же вел дискотеки. После армии пришел, хоть и работал на нашем любимом металлургическом комбинате, но вечером я пел в ресторанах, играл в ансамбле и также уже начал проводить какие-то различные мероприятия, свадьбы, банкеты. Если ты зарабатываешь деньги на песнях, в ведении, на шоу различным, значит шоу-бизнес есть. Если ты не зарабатываешь на этом деньги, значит это просто, не знаю, как правильно выразиться, пустая трата времени. Понятное дело, что как это за границей, там купить себе дом, квартиры, там еще что-то, но нет у нас такого заработка. Это не такой большой заработок, это средний заработок обыкновенного человека, который работает там же на заводе у нас, на Ларисе. Так как я сам человек позитивный, люблю и веселить людей, и требую от людей, которые со мной рядом находятся, чтобы они даже хотя бы просто улыбались, когда находятся на каком-то банкете или на мероприятии другом. Я понимаю, что большие амбиции, это еще неплохо, если они поддерживаются профессионализмом, хорошими данными, там вокальными, или что человек хочет делать. В основном вокальными я занимаюсь, вокалом. Послушаешь, запишешь с ней песню, и потихонечку начинаешь человека этого переубеждать. Сначала говорят, давайте сначала на местном мероприятии победим, но если здесь не получается, поедем хотя бы в Москву, там победим на какие-нибудь «Голоса молодости», а там уже недалеко и до Евровидения. Сейчас у нас новый проект, уже шоу группы «Метро». Другие песни, другие планы, другой состав, уже 4 человека. И сейчас мы делаем, помимо того, что то, что народ хочет хиты 80-х, 90-х, известные песни, начинаем сочинять уже авторские песни. Ребята, кстати, сами отдельно еще записывают песни. У них как идет рэп-направление, рэп-хип-хоп, так у них есть и свои песни. Они на трех языках сразу сочиняют. И, может быть, две строчки на английском, две строчки на французском, а две строчки на испанском, мне, конечно, еще на русском пару слов ставят. Поэтому мне самому это прикольно. Парри, люди, готовы, потому что Метро Изуахи, Лип Экспаремо. Ну, я еще ни разу не видел, чтобы распевались перед концертом. Но большие концерты, когда двухчасовые, то даже я стараюсь как-то немножко распеться. Ну, вернемся к яйцам. Нужно или не нужно? Я эти ни разу не пробовал. Все, что мне нравится по жизни, там мой рай. Мне нравится сидеть за компьютером, сочинять песни. Мне нравится записывать профессиональных артистов. Мне нравится сидеть дома с детьми, с женой, смотреть какой-нибудь красивый, веселый фильм. Мне нравится в лесу погулять с друзьями, посидеть у костра с гитарой и пожарить шашлыков. Вот это все рай. Очень хочется, вот сейчас вот новый проект шоу группы Метро, хочется выступать на профессиональной сцене. Ну, я не говорю, что мы там Киркорова-Пугачева или группа Стрелки. Нет, хотя бы просто съездить в ту же Москву, выступить в нормальных клубах, выступить в Воронеже, в Тамбове. Потому что проект, я считаю, профессиональный. Мы подходим к этому делу. Я смотрю со стороны, как это все звучит. Я сам занимаюсь этим проектом, а опыт не пропьешь. И считаю, что это проект профессиональный, и мы уже готовы выступать на большой сцене. Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня, все, о чем тревоги и мечты, это все, это все ты.